Добрый день! Вы смотрите Итоги дня. С вами Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновской области 19 января? Расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. Ульяновцы отмечают Крещение Господне и День образования области. Футбол по предварительной записи. Почему ульяновцы против апгрейда парка Матросова? Дружные роботы и умные игры. Что придумали юные ульяновские инженеры? Вышли из перехода, но все еще не нашли выход. Ульяновские скейтбордисты продолжают бороться за место под солнцем. Для людей, но без их согласия. В парке Матросова запланирована постройка футбольного поля с искусственным газоном, вагончиками с душевыми кабинами и раздевалками. Казалось бы, какие могут быть споры? У детей появится современная площадка для проведения досуга взамен пустующей хоккейной коробки. Однако местные жители против. Смогут ли их дети туда попасть или же тропинку к спортивному полю придется топтать через бюрократию и дополнительные секции? Ответ у Александры Никитиной. Вот написано обращение в прокуратуру, копию губернатору и СМИ. Симбирский курьер уже напечатал. Вот, значит, подписи есть. Но некогда было все подписи собирать. Временно бумажные процедуры действительно, что говорится, в обрез. На кону судьба хоккейной коробки в парке Матросова. Однако, как подчеркнула вице-мэр Ульяновска Инна Митрофанова, это и не парк вовсе, а территория дополнительного образования. А потому и решать ее дальнейшую судьбу увольны лишь городские чиновники. Поэтому мы согласились на предложение Министерства спорта установить здесь футбольную площадку для того, чтобы дети спортивной школы занимались занятиями по футболу, общей подготовкой, своей специфической подготовкой на этой площадке. А как насчет детей, которые не заняты в спортивной школе по футболу «Волга»? Ответ на этот вопрос уже готов. Вставай в очередь, приходи поиграть по предварительной записи. Если же не набралось определенное количество желающих, жди дальше. В первую половину дня есть возможность проводить занятия общеобразовательным школам по запросу. Что касается вечернего времени, опять-таки, организованные какие-то группы жителей, тоже здесь будет предоставлено время для занятий. Волноваться не о чем, заверяют городские чиновники. С их слов, на бывшей хоккейной коробке каталось от силы 3-4 человека. А сейчас целых 15 групп детей смогут заниматься на современном футбольном поле. Мнения родителей разделились. Одни апгрейду рады, ведь дети всегда под присмотром и недалеко от дома. Другие переживают. Но больше не за своих детей, а за дворовую территорию, которая превратится в бесплатную парковку. Трое из моих детей занимаются, например, футболом. И когда сказали эту новость, что здесь будет футбольное поле, оно будет с покрытием, для нас это, наоборот, это радость какая-то для родителей. У нас раздолбана проезжая часть двора, у нас раздолбан тротуар. Алексей Александрович, у нас сейчас депутат 34 округа знает эти вопросы, мы ему туда писали. И к нам сейчас будут ездить машины и опять раздолбить. Мы не можем сейчас дворника нормально нанять, чтобы металл по нашим ямам. За благоустройство парка отвечает городское управление образования. В год на его развитие выделяется всего 400 тысяч рублей. На эти деньги можно лишь поэтапно укладывать новый асфальт, красить заборы и бордюры. А вот деньги на строительство детского футбольного поля выделены по федеральной программе. Уже к лету у детей будет современная детская площадка. Вагончики с душевыми кабинами и раздевалками. Александра Никитина и Данил Сурков. Управда ТВ. Ушли из перехода, нашли помещение, но все еще надеются на поддержку. Все это про ребят из областной федерации скейтбординга. Напомним, в октябре любители экстремальных видов спорта рассказали наши съемочные группы, что зимой уходят тренироваться в пешеходные переходы. Проблема с крытым скейтпарком закрыта. Кто мог найти и обустроить крытое помещение, расскажет Рината Алюлова. Хочешь сделать что-то хорошо? Сделай это сам. Такого принципа продолжает придерживаться профессиональное сообщество ульяновских скейтбордистов. Осенью наша съемочная группа уже встречалась с руководством областной федерации. Тогда ребята закрывали сезон и рассказали о незакрытых проблемах, главной из которых отсутствие крытого скейтпарка для занятий зимой. В городском управлении физической культуры и спорта нам прокомментировали эту отцу в октябре таким образом. По поводу закрытого тоже есть реалии такого, что может быть, да, это будет и лучше. Но с этим предложением пока до настоящего времени к нам, как в управление спорта, ребята эти не обращались. Потому что помещение, в принципе, им подыскать можно, но нужно опять понимать, что, какое им нужно помещение. Мы готовы для диалога. В принципе, если ребята готовы и у них есть какие-то предложения, то мы всегда рады их видеть и пообщаться на эту тему. Однако общение было недолгим, как и поиск помещения. Они нам предложили выбрать из каких-то помещений, которые у них есть на балансе. Но, к сожалению, все эти помещения, они под наши категории, под наши необходимые условия, они, к сожалению, не подходят. В конце октября из управления пришла очередная отписка, мол, помещений больше нет, выпал снег. Но скейтбордисты не вернулись тренироваться в переходы, как было зимами раньше. Им удалось найти и оборудовать крытый скейтпарк самим. Помещение взято в аренду участника полностью на наши средства, на средства сообщества. В основном, кто нам помогал, это нервно-душные люди, которые сбрасывали нам донаты на краудфандинг и предприятия, компании и фирмы, которые нас поддержали, купив коммерческие вознаграждения. Таким образом, за 10 дней скейтбордисты собрали 520 тысяч рублей народных средств. Стоит отдать должное, в конце прошлого года федерация выиграла губернский конкурс. Грант 45 тысяч рублей от местных властей также пошел на обустройство помещения. Скейтпарк готов на 80%. Парни увлечены процессом, как тренировочным, так и ремонтным. Например, в пятницу приходим сюда, немного покатаемся и начинаем строить. Обычно это занимает весь день, потому что это процесс долгий, сложный. Надо разметить, собрать, все подогнать. Но это всем, безусловно, очень нравится, потому что помогать любимому делу – это приятно. В приоритете все же тренировки. С появлением помещения, где можно кататься зимой, ребята начали стремительно расти вверх. Ребята выучили новые трюки. Ребята как во флете, так и на фигурах. Есть грань, есть труба, есть различные вылеты, наклонные грани, рампы. Даже есть видео, где ребята делают трюки на видео, и я от них этих трюков никогда не видел. Более того, я сам из-за таких трюков не умею делать. Это просто замечательно. Если судьба крытого скейтпарка, можно сказать, решена, то вопрос с бетона открытой площадкой все еще висит в воздухе. Работа над ней ведется уже 4 года. Парк с бетоном покрытием на пляже Усвияги должен появиться летом 2022 года. Но по информации скейтеров, сроки могут сдвинуться еще на год. Уже этим летом ребята хотели провести этап чемпионата России по скейтбордингу в Ульяновске. Но сделать это без соответствующей инфраструктуры невозможно. Мы продолжим следить за развитием событий. Рината Леулова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ. Будущее за молодежью. В городском лицее при УЛГТУ состоялась вторая кластерная научно-практическая конференция. Мероприятие прошло в формате стендовой защиты проектов. Чем удивлялись жюри юные гении в нашем материале. В городском лице при УЛГТУ собрали лучшие инженерные проекты. Всего в этом году прислали 350 заявок. Из них отобрали 78 лучших работ для презентации на кластерной научно-практической конференции. Мероприятие прошло в формате стендовой защиты, что позволило увидеть и оценить за короткое время максимальное количество задумок современной молодежи. Стендовая защита – это, на мой взгляд, самый интересный вид защиты работы. То есть, конечно, у детей есть некий подготовленный текст, но в процессе рассказа о своей работе ребенок увлекается, отвечает на вопросы и рассказывает порой больше, чем он хотел рассказать в начале. Школьники, студенты технического университета, молодые инженеры и конструкторы механического завода представили свои инженерные идеи по восьми номинациям. Среди них юные инженеры-исследователи, математика, физика, информатика. Проект координации взаимодействия роботов Владислава Кузнецова, одиннадцатиклассника городского лицея при УЛГТУ, не остался без внимания. Участник создал несколько роботов, которые могут без помощи человека исследовать комнату и отправить ее чертеж на компьютер. Несколько роботов будут взаимодействовать друг с другом, исследовать комнату более оптимальным вариантом. То есть, если один робот проедет, закончит свою область, то он поможет второму роботу, они вместе его исследуют до конца. И если он вдруг встанет, но колеса у него перестанут крутиться, он сначала подумает немного и затем просто поедет назад, развернется, поедет в другую сторону. Не отставали и самые маленькие участники конкурса. Егор Дубровский, ученик первого класса лицея при УЛГТУ, на суд жюри представил свою главную разработку в номинации «Юный инженер-исследователь» – компьютерную игру для тренировки устного счета. Я строил эту игру полтора часа. Я ее сам строил. Было, конечно, очень сложно, но я построил ее за одно занятие. Это было очень сложно. Тут надо решать примеры. Уровни сложные, легко и средние. Проект оценили семь групп жюри. В качестве экспертов выступили преподаватели Ульяновского технического университета и работники моторного завода. Критериев оценки несколько, но главное – это используя простые вещи, найти узкие интересные моменты и модернизировать их. Здесь действительно есть инновационная инженерная мысль, которая может быть использована вообще в современных технологиях и внедрена в нашу обычную жизнь. Поэтому не важно, какой возраст ребенка. На самом деле их самый важный вклад – это то, что они ищут и исследуют, на первый взгляд, простые вещи, которые используются в быту и находят там то, что не может найти уже опытный человек. По итогам конкурса сотрудники механического завода выберут три работы, темы которых будут разрабатываться в конструкторском бюро предприятия. Авторы лучших проектов также представят свои инженерные идеи на всероссийской акции «Я гражданин». Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ. 22 января с 8 утра до часу дня пройдет донорская субботняя акция в областной станции переливания крови. Субботние акции дают возможность сдать кровь тем, кто не может сделать это в будний день. Медики приглашают жителей региона принять участие. Сдать кровь смогут все желающие, достигшие 18 лет и не имеющие противопоказаний. Ограничением является наличие признаков заболевания выезд за пределы России последние 28 дней. Прежде чем сдать кровь, каждый участник акции пройдет обязательное медицинское обследование, во время которого потенциальным донорам измерят давление и проведут необходимые анализы крови. При себе донорам необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Для жителей районов Ульяновской области также необходимо предъявить справку об обид-окружении, которое действительно три дня. По всем интересующим вопросам можно обращаться на станцию переливания крови по телефону 32 14 87 или 8 904 185 25 35. Правительство Российской Федерации запускает программу развития школьного туризма. По словам премьеры министра Михаила Мишустина, главная цель – познакомить школьников с историей родного края в рамках небольших путешествий. С 2022 года регионы смогут получить субсидии на проекты по созданию привлекательной туристической среды. Ульяновская область пока не входит в программу. Но о готовности Димитровграда заняться школьным туризмом говорят местные краеведы. Слово моим коллегам из Димград-24. В Димитровграде более 13 тысяч школьников. Помимо учебной программы, каждый класс старается организовать совместный отдых. А если этот отдых будет проведен еще и с пользой, в данном случае речь идет о знакомстве с историей родного края и города, то, как говорится, будет двойне замечательно. На сегодняшний день можно сказать, что детского туризма в городе нет. Это по многим причинам. Если мы вспомним времена Советского Союза, то ученики тех лет помнят, что возили детей на экскурсии и в Ульяновске в Самару, и по Димитровграду, и в Краеведческий музей, по-моему, это было даже обязательно. Я помню себя школьником. По мнению краеведа, нынешние ученики не знают о городе и регионе ничего. Андрей Макеев считает, что необходимо возобновить экскурсии в обязательном порядке. Хотя сейчас в режиме пандемии и повышенных требованиях к организации транспорта для перевозки школьников это, возможно, и сложнее сделать. У нас есть очень много экскурсий сейчас готовых и в Краеведческом музее, и у наших экскурсоводов. Ирина Андреевна Шемигула, замечательный экскурсовод, который проводит уже на протяжении, наверное, более 30 лет, наверное, все эти экскурсии. И вот организация работы между управлением образования именно и вот этими вот нашими музеями, и Краеведческим сообществом, это должно выйти в главу угла. Меликес Купеческий, Меликес Советский, Дорога к храму, НКЦ, Музей Великой Отечественной войны. Это лишь несколько направлений, которые могут открыть для школьников местные Краеведы. По заверениям специалистов в сфере образования, ученики Димитровграда имеют все возможности заняться изучением родного города и края. В Центре дополнительного образования и развития детей работают детские образовательные объединения туристско-краеведческой направленности. Очень большое внимание уделяется именно Краеведенью. В рамках проекта «Новые места дополнительного образования» в 2020 году было получено оборудование именно по краеведению. Именно краеведение, именно истоки, именно история города – это то, на чем базируется следующая наша взрослая жизнь. Если мы не знаем историю города, то, наверное, мы не сможем его любить. Краеведческие чтения, конференции, игры, конкурсы, работа школьных музеев. Но все же это не туризм, не то направление, о котором сейчас говорится на уровне правительства Российской Федерации. Тем не менее, Ульяновская область, каждый ее уголок, богат и красотами и своей историей, которую может увидеть каждый. Было бы, наверное, желание. Передача «Сибирская кругосветка», стартовавшая в сентябре 2020 года, задумывалась как некая реклама внутреннего туризма, туризма Ульяновской области. И свое дело она сделала. Многие из ульяновцев сейчас предпочитают посмотреть на свои красоты, чем ехать в дальние края. А увидеть у нас есть что. У нас есть горы, озера, леса, старинные храмы. Господи, долго всего перечислять. Поэтому ездите по нашей области, любуйтесь ее красотой вместе с нами. 19 января – важнейший церковный праздник – Крещение Господня. Какие танец совершают православные ульяновцы в этот день, расскажем в нашем сюжете. Приходят на службы, набирают святую воду, окунаются в купель или прорубь. Тысячи верующих по всей стране отмечают великий праздник Крещения. Этот праздник – один из древнейших. Он посвящен Крещению Господа Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Креститель. По традиции, в ночь на 19 января ульяновские верующие совершили обряд омовения. Считается, что освященная вода способна очистить от греховной скверны. Одним из первых обряд омовения совершил глава региона Алексей Русских. Он посетил женский монастырь Михаила Архангела в селе Комаровка, где поучаствовал в богослужении. Как отметил губернатор, крещенские купания для него – традиция. В эту ночь для жителей региона работали 76 купелей. Почти 10 тысяч человек посетили источники, а 5,5 тысяч – искупались. Оберегали купающихся спасатели, водолазные группы, медики и полицейские. По информации МЧС, крещенская ночь прошла без происшествий. Обряды богослужения и божественной литургии прошли более чем в 90 церквях, храмах, монастырях и молельных домах региона. Анна Тищенко, Уллправда ТВ. 19 января Ульяновская область отмечает 79-й день рождения. Она была образована указом Президиума Верховного Совета СССР. Кто первым был у штурвала края, вы узнаете из сюжета Ирины Антоновой. В Государственном архиве «Новейшая история региона» хранятся документы об кома партии Ульяновской области с момента ее образования. В архивных фондах есть личные дела на всех руководителей края, за исключением Ивана Николаевича Терентьева. Именно Иван Николаевич стал первым руководителем новообразовавшегося в условиях Великой Отечественной войны региона. 35-летнего партийца направил в Волжский город, на родину Ильича, Центральный комитет партии Советского Союза. На мой взгляд, незаслуженно забытым является имя первого секретаря Ульяновского обкома ВКПБ и, по сути, первого руководителя Ульяновской области Ивана Николаевича Терентьева. Это был действительно талантливый руководитель, который приехал в Ульяновскую область в январе 43-го года, уже имея за плечами опыт партийной работы в ЦК. В конце 30-х годов именно он возглавлял уссурийский обком. Благодаря деятельности Ивана Николаевича правительство списало с ульяновских колхозов задолженность прошлых лет по картофелю и овощам, мясу и молоку. Выделило области дополнительное количество техники. В 1944 году валовая продукция региона составила 184%. Иван Николаевич особенное внимание уделял подбору руководящих кадров в регионе. По его просьбе были выделены руководящие кадры из резерва Центрального комитета. Важно понимать, что регион был образован не просто так. Главной целью было приближение ульяновского руководства к промышленности, к сельскому хозяйству, к социокультурной сфере. И важно было дать импульс для развития перспективного региона. И таким импульсом стал и сам Иван Николаевич Терентьев, и его команда. В марте 1949 года по сфабрикованному делу о моральном бытовом и политическом разложении Иван Николаевич был снят с поста секретаря обкома и исключен из партии. Поэтому личного дела Терентьева в архиве не сохранилось. Позднее он был реабилитирован. Известно, что потом Иван Николаевич жил и работал в Куйбышеве, и в Ульяновск не возвращался. Только прислал в архив свои воспоминания. Они вошли в книгу, за ними стояла область, выпущенная архивом. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Уллправда ТВ. Весело и шумно прошел традиционный флешмоб МЧС за здоровый образ жизни. Подобные спортивные акции призваны привлечь граждан к занятиям спортом и к здоровому образу жизни. В Виновской роще прошли соревнования по лыжным гонкам среди сотрудников главного управления МЧС Пульяновской области. В эстафетах по 3,4 километра участвовало больше 70 человек. Это и действующие сотрудники пожарных частей и спасательных отрядов, и ветераны. Нам, сотрудникам пожарной охраны, присуща энергия, активность, спортивное долголетие. Сегодня мы выявляли лучших спортсменов, сейчас пока еще эстафета проходит. Но все равно я всех поздравляю с этим мероприятием. Все, кто принял участие, молодцы. Среди нас были ветераны пожарной охраны, Сальников Андрей Иванович, который много лет отдал пожарной охране. В парк приехали с семьями. Пока мужчины соревновались в скорости и сноровке, жены и дети поддерживали кричалками и добрыми словами. Здесь же оказался и сказочный колобок пожарный. Ростовая кукла знакомила детей с правилами поведения в экстремальных ситуациях. Данные соревнования являются традиционными, ежегодно проводятся. В этом году проведены на лыжной базе в парке Виновская роща. Приняли участие 14 команд подразделения Федеральной противопожарной службы. Также приняла команда службы аэропорта Ульяновск-Восточный. По итогам эстафеты первое место заняли спортсмены спецуправления номер 87. Серебро взяли ветераны пожарно-спасательной службы аэропорта Ульяновск-Восточный. Анна Тищенко, Улправда ТВ. 20 января в Ульяновской области ожидается снежная погода. Днем температура воздуха составит минус 5 градусов. Ветер южный до 10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18, 30, 20, 30 и 23.00, а также на нашем сайте. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!